так всем привет сегодня у меня как бы выезд на дачу будем пробовать батарейки в полевых условиях получил контроллер mppt 30 30 ампер ну и решил его подключить на балконе попробовать подключил попробую ну и мне что-то не понравились показатели вот больше 1 ампера я с него не видал даже при солнце вот ну вот час это решил вывести все это на дачу хозяйство загрузился да вот так вот загрузился она не там у меня сейчас вот они 4 штуки здесь у меня провода контроллер заряда инвертор это на случай если у меня аккумулятор на камере сдохнет скорее всего сдохнет потому что ну потому что старый просто камера и уже были 150 лет вот поэтому ну вот такие дела значит а вот он мой аккумулятор это сотка старая совсем старая сутка 95 ампер часть на 10 года по моему ее мой товарищ купил костя и короче она у него не пошла сразу там сдутые были с одной стороны сдута была сдать он не смог его так как чек потерял но и в результате я в него купил это хозяйство аккумулятор но мне в мать для моих целей это как бы все пойдет вот ну что в путь да так а теперь маленько отступлю это значит для за поездку 5,1 километра в пути 16 минут расход 0,8 литра средний расход 14,8 это сегодня за день километров а вообще вот значит информация пробег за месяц у меня 980 километров расход 126 литров да так правильно да расход время 33 часа значит вот средний расход месячный составил 12 литров 12,7 но грубо 13 литров ну я считаю нормально да это кстати при пробеге 6719 километров ну это так для любителей уазиков конечно вообще для информации на это мой регистратор с навигатором вместе ну все ладно поехали еду короче и боюсь как бы их не разбить чтобы с ними ничего не случилось все-таки уазик это не x5 да хоть и идет мягко но болен козли там все равно козли ну я так думаю должны довести доеду не сильно быстро дорога конечно поганая зато у нас тут красиво да очень красиво нарушаю нельзя снимать на ходу вот так вот на сборы кругом речка вот тут рядышком так ну все доехали короче на мой полигон это мой полигон такой импровизирован вроде все доехал все доехал ничего тут я так поджал их немножко он тут но тяжелые они у меня получились 9 килограмм 1 но стекло по моему пятерка я сейчас не помню какое стел да или четверка алюминиевый уголок тут фактически без зазоров красиво главное чтобы работало ну все сейчас разгружаюсь устанавливаю вот это наверное вот здесь вот буду да скорее всего все будет импровизировано на коленке так что ну ладно быстренько смастерил тут подставочку под элементы фу ты элементы батареи сейчас они у меня запылились надо их немного протереть и будем смотреть что они у нас сначала замерю ток КЗ а потом уже подключу контроллер так все как говорится по быстренькому чтобы не упустить момент потому что солнце то есть то нет так что так значит ток короткого замыкания замерил вот только что значит солнце прям без дымки без да без дымки тут чистое солнце просто тучи вот такие значит ну и записал показания значит такие получились первая панель 362 ампера вторая 368 третья 365 четвертая 366 ну вот по хорошему должно быть минимум 12 ампер сейчас посмотрим как контроллер определит все это хозяйство подключать буду минус общим проводом это для экономии чтобы каждый провод потом плюсовой выведу отдельно и на контроллер так и заодно посмотрим как все это будет выглядеть автономия моя небольшая такая контроллер у меня значит соляр 30 вот такой вот еще нюанс такой значит пока нашел мануал на этот контроллер заряда уже начал подключать то есть я сначала подключил батареи солнечные потом аккумулятор но благо у меня погода была не солнечная и как бы подключать нужно сначала аккумуляторную батарею а потом только солнечную батарею иначе написано ну это в русском мануале написано что он выходит из строя вот как то так так что вот имейте в виду что подключать сначала надо аккумулятор потом только солнечную батарею но во всяком случае так в русском мануале написано с ним пришел китайский на китайском на английском там ничего не написано то есть я не смог прочитать если бы красным было выделено да не вопрос прочитал там перевел все а то ничего просто как описание и все вот ну сейчас все ведем расключение значит первым подключили аккумулятор вот его напряжение как я уже сказал у меня маленько дохлый аккумулятор это вот его 11,8 11,7 это его вот постоянное напряжение так ну значит все расключено вот ну может и не красиво но все подключено сразу вот смотрим моментально буквально только подключил сразу 13,6 13,7 а ну это у него там да и вот только вот этот параметр а сейчас я датчик возьму температуру написано что он будет неправильно работать если его не поставить поставить вот так 21,22 вот что я спрашиваю сам у себя что это должно быть 16 ампер а здесь 3,5 что-то я не догоняю вообще очень странно и зарядка вот когда у меня на балконе он стоял 3 панели и на балконе он начиналась зарядка только когда 0,2 покажет вот здесь тогда зарядка начиналась вот или когда солнце не выйдет странно не могу понять может кто объяснит потом мне как так-то 4 панели должно быть 16 ампер да у нас здесь всего вон сколько 13,7 у него отключение да все понял ну вот он туда-сюда 13,6 13,7 вот у меня зарядка кончается сейчас я попробую инвертор подключить инвертор значит 500 ваттный это уже второй у меня первый был 300 ваттный я заказал 700 рублей что ли на eBay но он у меня проработал 2 минуты но походу косяк мой был я его без нагрузки включил вот я так думаю что это я и он у меня все приказал долгожить но китайцы мне деньги отдали я заказал вот этот вот 500 ваттный ну вот сейчас как говорится сидя не сидя начинать надо ну хоть попробовать немножко что он там будет хоть будет заряжать не будет сгорит сгорит я думаю что он сгорит потому что нету трансформатора не нравится мне это провода вроде толстые у меня этот вообще на 6 квадрат идет видите где-то по 4 квадрата луженый хрен знает что надо ну что я могу сказать вот я прикоснулся немножко к автономии вот у меня сейчас камера работает вот от инвертора вот он так шумит все работает синус у него модифицированный так сказать все говорят мануал у него тоже на английском я бы сказал на их на корявом на этом иероглифе нет жалко не успел ваттметр заказать поздно опять же таки посмотрел посетил дельный сайт но это это было раньше то есть я бы сейчас конкретно смог вот тут замерить сколько потребляет и это сколько вырабатывает и эти по мне и и и и и и и и Ну все, у меня теперь, мало того, батарейка кончилась, у меня еще и пленка заканчивается. Ну не пленка, диск, у меня камера дисковая, тоже ей тысячу лет. Ну все, ладно. Остались только вопросы у меня по этому контроллеру и по соляру 30, ну и все. А так система работоспособна, вот. Да, тут как раз три минуты еще осталось, могу сказать, значит, по панелям, что у меня. Ну вот, колодочки у меня такие, значит, обозначалок нету, но у меня справа всегда минус, а слева плюс. Вот, что еще, ну факт, так-то ничего, в принципе, особенного нету. Ну там видео у меня есть, как я собирал эту панель, эти батарейки у меня. Да, греется нехило, прям вообще, я бы сказал, температура хорошая такая. Ну, не знаю сколько на ощупь. Но руку жгет, прям, хорошо жгет. Здесь нет, а вот сами, где элементы, да. Да, вот здесь вот не очень. Здесь, как бы, даже я бы не сказал, что нагрелось что-то. Вот, где стекло тоже не очень. А вот сам элемент. Ну, от него и стекло потом нагреется. Ну, и на улице, я бы сказал, не сильно жарко. Вот я и дал, значит, ответ сам себе. Подключил к инвертеру 60-ваттную лампочку и сразу же контроллер выдал заряд 11,8 Апера на аккумулятор. Вот, ну, получается умная штука. И тут же 13, ну, то есть вот этот параметр вообще держится на постоянке. 12,8 Апера. Вот, 11,8 Апера. Ну, не греется ничего. Не этот не греется, не контроллер. Не, не греется. Понятно. Все понятно. Короче, чем больше у нас сосется аккумулятора, тем больше дает контроллер зарядывания. Я так понимаю. Ну, все понятно. Та, ладно. Сам себе задал вопрос, сам себе ответил.